Оно снова потекло. О коммунальном коллапсе в доме на Гончаренко мы рассказывали еще в апреле. С тех пор на аварийный участок приезжали инженеры из МУПОВ и управляющие компании. Нечистоты из подвала откачали, а колодец прочистили, но в конце прошлой недели дом снова начал утопать в фекалиях. Проблемы ровно на том же месте. И все повторилось как в дурном кошмаре. Долгое общение с аварийными службами и заявление в стиле «сами виноваты». Нам сказали, что у нас все почистили, все отремонтировали, что у нас нет ни одной дырочки в трубах. Но как говно стояло, так и стоит. Прошел чуть не больше. Ну, плюс-минус месяц прошел. И от очередного повторения фекального потопа жители не застрахованы. Разбираться в чем причина постоянных аварий, похоже, никто не собирается. Из мэрии жители получили отписку. Там напомнили о долгах перед ресурсниками и управляйкой. Это почти миллион рублей. И рассказали о предварительных планах по капремонту. Коммуникации собираются менять аж в 31-33 годах. А пока все в порядке. Инженерные коммуникации в подвальном помещении находятся в исправном рабочем состоянии. Причиной подтопления подвального помещения данного МКД являлся сброс твердых бытовых отходов в канализационную систему и засор канализационных колодцев. Жители подозревают, что настоящая причина аварии даже не в подвале, а в городских коллекторах. Впрочем, ревизию канализации в квартале пока никто проводить не будет. Дорого это. По крайней мере, точно дороже зарплаты диспетчеров и ремонтников, которые регулярно выслушивают претензии горожан.